В честь годовщины освобождения Калинина от немцев в холле Дворца культуры Синтетик состоялась выставка фотопанно с изображением памятных монет Банка России, истории победы. Подробности далее. Сюжеты памятных монет напоминают о событиях 1941-1945 годов и рассказывают о мужестве людей на трудном пути к победе. Монеты передают ключевые события войны. Сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва. На других можно было узнать фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевую технику военного времени. Первые памятные монеты в Советском Союзе вышли в 1965 году. Была посвящена 20-летию Великой Отечественной войны. На ней был изображен памятник воин-освободителю в Берлине. И вот такой удивительный факт, что началась именно серия памятных монет именно с победы. В Советском Союзе на самом деле монет, посвященных победе, выпускалось не так много. Их всего, грубо говоря, 4 штуки. Банк России продолжает традицию посвящать памятные монеты событиям и людям военных лет. Это юбилейный из недрагоценных металлов, который выходит большими тиражами, а также коллекционный из золота высшей пробы. Кроме того, к юбилейным датам выпускают памятные жетоны. 75 лет победы. Такой вот выпускали жетончик. Изображен голубь. С другой стороны, Т-34 на фоне Брендербургских ворот. Памятные монеты, посвященные Великой Отечественной войне, выпускают не только в России, но и в странах СНГ. Так, к 75-летию победы Национальный банк Казахстана выпустил юбилейную монету номиналом в Стотенге. Интересный дизайн был у них придуман. Здесь изображен красноармеец, если вот видно. И звездочка, разделяющая даты, это звездочка на пилотке. И символически поставлено, что из огня войны в мир переходим, и, соответственно, цветы, это память. Посетители выставки смогли в деталях рассмотреть рельефные сцены битв, легендарное оружие, а также узнали об авторах и технических характеристиках монет. Каждой было приложено описание. Продолжение следует...